С вами такое случалось? Вы невинно проверяете ваш имейл. Как вдруг доктор спам, мистер вирус и фишермен вторгаются в ваш компьютер, заражают его, ищут ценные файлы и имейлы и уничтожают вашу конфиденциальность. AccessMail огородит ваш компьютер от этих плохих ребят, так как AccessMail использует 2048-битные сквозные шифровки SSL и TLS в самые мощные системы безопасности. Системы настолько мощные, что их взлом займет 6 квадриллионов лет. Это миллион миллиардов. Продвинутые и мощные технологии удерживают вашу почту и конфиденциальность безопасности, все время удерживая злоумышленников под замком, от которого нет ключа. Есть обычная почта, а есть почта AccessMail. Безопасная, надежная, простая. Зарегистрируйтесь сегодня. Итак, для того, чтобы получить бесплатно и пользоваться бесплатно почтой Access с высоким уровнем шифрования и без всякого спама, как вы поняли из видео. Что вам нужно? Вам нужно обратиться к человеку, который дал это видео. Попросить у него либо реферальную ссылочку, либо ID номер. Далее, проходите на регистрацию, открывается вот такое окошечко. Здесь будет ID вашего спонсора, если вы перешли по реферальной ссылке. Если нет ID, значит введите ID того человека, который вам дал эту информацию. Вводите имя и фамилию, заполняйте свои данные на английском языке. Если у вас интерфейс на английском, значит поменяйте на русский язык, если не понимаете английский. Указывайте мод по мужской, женский, дата рождения. Здесь придумывайте себе почтовый ящик. Придумали. Здесь будет проверка, естественно. И далее придумывайте пароль. Можете посмотреть, нажав на кнопочку показать. Выбираете язык, на котором вы хотите, который вы понимаете. Здесь указываете номер телефона. Выбираете ту страну, в которой вы проживаете. И далее пишите, допустим, 926, 915 и так далее. Галочку ставите «Я прочел» и «Создать учетную запись». После этого вам на телефон придет SMS с вашим ID номером, который вы будете использовать в дальнейшем для входа в систему в личный кабинет. Также при регистрации можно воспользоваться своей электронной почтой. Для этого кликаете на эту ссылочку «Хочу использовать мой собственный почтовый ящик». Кликнули. Ввелись свой почтовый ящик и все остальные действия одинаковые. После того, как вы получили свой ID номер на телефон, вы можете войти в кабинет, вы можете воспользоваться также бесплатным продуктом GameSmart, поиграть в игры. Под видео я оставлю ссылочку на обзор этого продукта. Также у нас сейчас появляется социальная сеть Access друзья и также это будет тоже бесплатный продукт. Из-за пользования социалкой мы будем получать какие-то бонусы. И еще будет мессенджер и еще много новых продуктов. После конференции, сейчас проходит конференция на Гавайях, мы узнаем о новшествах. Итак, для того чтобы войти, нажимаем вот эту кнопочку «Войти» и здесь номер участника. На телефон вам придет ваш ID номер, либо на вашу электронную почту. Вводите свой пароль, вводите цифровой код и нажимаете «Войти». Зайти на электронную почту можно с официального сайта Access.com и кликайте, допустим, вот сюда и попадаете на электронную почту. Здесь вам предложат введите имя пользователя и пароль и вход. И еще один способ как сойти в электронную почту. Введите свой ID. Здесь залагинились. Нажимаете «Профиль». Дальше «Мой аккаунт». И здесь вы видите название почтовый ящик Access, название вашего ящика и нажимаете «Вход». Нажимаете «Вход» и откроется почтовый ящик. Здесь входящие, отправлены черновики, спам, папка, корзина, профили поиска, метки и модули. Здесь можно сделать разные настройки, то есть общие настройки, изменить пароль. Дальше. Как вы хотите, чтобы ваш почтовый ящик работал? Как расширенный через Ajax, либо как стандартный по версии HTML. Внешний вид. Шрифт какой? Стандартный, современный, классический, широкий. Размер шрифта, какой вы хотите сделать. Часовой пояс можно выбрать. Допустим, я выберу часовой пояс «Москва». GMT обычно плюс 3. Так, язык русский. Направление сообщения слева направо, можно справа налево. Показать дальше. Язык поиска. Всегда показывать язык расширения. Прокручивать. В общем, разные настройки. Вот здесь кнопочка «Сохранить» находится. Кликайте «Сохранить» и все измененные данные сохраняются. еще раз настройки. Учетные записи. Здесь вы можете добавить внешнюю учетную запись. Электронный ящик добавить. Ну, назвать как имя учетной записи. Основная учетная запись. Дальше. Добавить образ. Новый образ. Так, это что такое? Удалю. Дальше. Выберите имя для отображения в поле от электронных сообщений. Так. Управление подписями. То есть, подпись можно поставить. Можете сделать имя, придумать и здесь оформить подпись. То есть, что такое подпись. Подпись – это окончание вашего сообщения в каждом письме автоматически. То есть, вы один раз создали эту подпись. Вы можете ее создать вот здесь. Допустим, номер телефона указать, имя, фамилию, свой сайт и так далее. Либо можно через «Викарт». Отдельно создать и через обзор добавить. Дальше. Нет на работе. То есть, не отправлять автоответы. Можно в такое-то время назначить. Либо отправлять автоответ. То есть, настроить можно здесь. Дальше. Надежные адреса. Можете добавить. «Контакты». Ежедневник включен. Дальше. Общий доступ к почте можно организовать. Уведомления. То есть, можно организовать уведомления, допустим, на какую-то другую электронную почту. Импорт-экспорт. Ссылки. Дальше. Модули «Зилмер». Дальше. Фильтры можно организовать. Так. Почта. Проверять новую почту там каждые пять минут по мере поступления почты и так далее. Дальше. Очень много разных настроечек. Ну, в принципе, все на русском языке. Так что, я думаю, здесь не составит труда разобраться. Также есть календарь. И когда я, допустим, пользовался, ну, я уже начал пользоваться с другого почтового ящика, когда вы получаете, отправляете письма, вот здесь все отображается. Так. Учетные записи. Общие. Дальше. Портфель. Сохранить. Нет. Не сохранять. В портфеле вы храните все файлы свои. То есть, вот так можете нажать «Загрузить», «Обзор» и добавляете. Дальше. Задачи. Здесь вы можете организовать свой рабочий день, допустим. Новая задача пишите. Тема. Метки. Так. Обычный приоритет. Список задач. И пишите, что вы хотите. Что вы запланировали. И напоминание. В какое время, в какую дату вам должно прийти напоминание. И настройка. Дальше. Ежедневник. В этом ежедневнике вы можете, допустим, встречи назначать. Так. Не далеко фили. Так. Раздел «Контакты». Здесь можете добавлять контакты. Кстати, когда вы переписываетесь с кем-либо, автоматически контакты добавляются. Потом можете подредактировать все ваши емейлы. Новый контакт добавляете. Кликайте сюда. И пишите все данные по тому контакту. Дальше. И почта. Новое сообщение. То есть здесь кому пишется. Тут копия. Тут тема. Можно вложить. Причем вложить можно с моего компьютера. Вложить в текст, в портфель, контакты и почта. Портфель это по типу как облако. То есть здесь гигабайт предоставляется. И вы можете здесь писать текст. И причем в режиме такого форматирования. То есть можете красиво оформить. Дальше. Параметры. Здесь есть запросить подтверждение прочтения. Если вы поставите галочку. То когда человек прочитает письмо. То есть он откроет. Вы об этом узнаете. Вам придет сообщение. В браузере выскочит сообщение о том, что письмо прочитано. Дальше. Приоритеты вы можете выбрать. И формат обычный. Либо HTML. Либо формат обычного текста. Дальше. Также вы можете проверить правописание. Орфографию. Сохранить как человек. Черновик. Отмена. И отправить. Так. Вот в принципе все. Что я хотел рассказать вам про электронную почту. Пользуйтесь. Нормальная почта. Проблем с ней не возникает. Поэтому рекомендую. Понравилось видео? Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Чироков. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok